Здравствуйте! На канале ФКТ время новостей. О событиях 13 сентября вам расскажут мои коллеги и я, Инга Габешия. К Краснодарскому краю 80 лет. В Сочи к этой дате вручили памятные медали и научили школьников уважать национальные традиции. В Сочи пересмотрят налоговые ставки на землю и направят на развитие спорта почти 8 миллионов. Такие предложения рассмотрены в городском собрании. Мытье посуды уже перестало быть квестом. Для нескольких семей МУПВД-канал подключает к воде тех, кто ждал этого много месяцев. Танцы вместе с будущими звездами эстрады. Новая волна подарила сочинцам сразу две бесплатных дискотеки под открытым небом. Президент России Владимир Путин обсудит в Сочи со своим киргизским коллегой Алмазбеком Атамбаевым взаимодействие на евразийском пространстве и региональную безопасность, сообщил Кремль. Стороны обсудят вопросы сотрудничества России и Киргизии, а также реализацию достигнутых договоренностей. К другим новостям. Два региона соединила одна дорога. Между станицей Тенгинская Краснодарского края и Адыгейским аулом Уляб открыли новый мост. Длина участка почти 2 километра. Символичную красную ленту на середине пути провода. Сегодня перерезали губернатор Кубани Вениамин Кондратьев и глава Адыгеи Мурат Кумпилов. Сегодня 80 лет Краснодарскому краю. Но это не только праздник для жителей края. Это наш общий праздник. Ведь когда-то Краснодарский край был нашим одним большим домом. А сегодня у нас большие, друзские, братские отношения. Аул Уляб и Тенгинская им уже не одна сотня лет. И сообщение было. До войны даже второй мировой был мост. Люди ездили друг к другу. И сегодня будут по этой уже теперь современной дороге жители аула и все Адыгеи, жители станицы и всего края ездить друг к другу. Значит, будет жизнь между нашими народами. Тут всегда люди ходили друг к другу в гости. Я знаю семьи в ауле Уляб, которые считают, что их родственники живут в Тенгинской. Значит, и они по родственному относятся к семям со станиц. Поэтому, безусловно, это очень важное событие. Строительство дороги со стороны Краснодарского края начали после поручения Вениамина Кондратьева. Закончили подъездной путь на три месяца раньше срока. А теперь жители станицы Тенгинской и аула Уляб могут ездить друг к другу напрямую. Раньше приходилось делать крюк в 45 километров. С открытием нового моста через реку Лабу расстояние сократилось до 11. Выдать все до копейки. Более 400 миллионов рублей должны предприятия Краснодарского края своим работникам. Задолженность по зарплатам в регионе губернатор Вениамин Кондратьев обсудил с главным государственным инспектором труда по краю Александром Колосовым. Больше всего долгов по зарплатам накопилось в Краснодаре, Сочи, Анапе, Новороссийске и Мостовском районе. И, как правило, это предприятия банкроты. И здесь, отметил глава региона, необходимо приложить все усилия, чтобы не допустить таких ситуаций. Люди должны получить заработанные деньги. Принимать меры, когда уже возникла огромная задолженность по зарплате перед работниками, коллеги, где-то уже поздно. Поздно по двум причинам. Первая, потому что уже и на самом деле предприятие на боку порой лежит. Это раз. И уже банкротство стучится в дверь. Или второй момент, когда недобросовестный хозяин или руководитель предприятия. Мы не должны ему способствовать своим бездействием, увести имущество, которое в случае чего мы можем продать. И на вырученные деньги, естественно, погасить долги, в том числе и в первую очередь зарплату работник. И реагировать еще, с почерпу, не тогда, когда уже зарплата прекратилась. Мы должны действовать оперативно все вместе. И вы должны точно в срок и каждый день мониторить ситуацию. И правоохранительные органы. За текущий год мы провели более 500 проверок по вопросу оплаты труда. Прямо скажем, что меры принимаются административного характера очень серьезные. Если говорить за истекший период, то наложено почти 10 миллионов штрафов. Большую часть из них взыскали. Вопросы задолженности по зарплатам на особом контроле у властей региона. Каждый месяц формируется реестр предприятия должников. А в Минэконом Края открыта горячая линия, куда люди обращаются, когда нарушаются их трудовые права. Благодаря этой работе только в этом году задолженность по зарплатам удалось сократить на 430 миллионов рублей. Краснодарский край отмечает свое 80-летие. Владимир Путин поздравил кубанцев с юбилеем образования региона. Президент России отметил, что жители края по праву могут гордиться историей своей малой родины. Поздравительную телеграмму глава государства направил в адрес губернатора. Сегодня Кубань уверенно развивается. Здесь создается благоприятный инвестиционный климат. Воплощаются в жизнь масштабные, отвечающие запросам времени проекты, содействующие укреплению агропромышленного потенциала региона, совершенствование его социальной сферы, транспортной инфраструктуры, туристической отрасли. Краснодарский край с юбилеем поздравила и председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. В телеграмме она написала, что на Кубани бережно хранят культурные ценности и традиции предков. В честь этой даты Екатерининский сквер появился в первой школе Станицы Динского. Сегодня в учебном заведении установили бюст Екатерины II. В свое время императрица даровала казакам грамоту на владение кубанскими землями. На торжественное открытие аллеи приехал бывший выпускник этой школы, а ныне губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. Глава региона поздравил всех с юбилеем родного края и отметил, что каждый житель Кубани вносит свой вклад в становление и развитие региона. Я хочу поздравить вас, всех жителей нашего края с 80-летним юбилеем. Конечно, когда Екатерина жаловала эту землю казакам, она не могла и подумать, что эта земля превратится в такой благословенный, красивейший край. Со стабильной экономикой, социальной политикой, со всем, что сегодня мы имеем и гордимся. Он стал таким благодаря нашим предкам, вашим прадедушкам, прабабушкам, дедушкам, бабушкам, вашим мамам и папам. Мы имеем такой сегодня сильный экономически развивающийся регион. Сегодня вы тоже наследники, наследники тех великих поколений, которые создали наш регион могучим. И вам брать продолжение в свои руки. Право открыть скульптуру императрицы доверили первоклассникам и Юрию Бадяеву, автору десятков учебников по кубановедению с автору «Атласа. История кубанского казачества». В 1783 году Кубань присоединилась к России. А через 9 лет пришли казаки в 1792 году и стали осваивать эти земли. А еще через 145 лет Краснодарский край основали. Поэтому Краснодарский край не мог бы существовать без Екатерины. Как отметила директор первой школы, не случайно именно императрица и стала одним из символов учебного заведения. Ведь именно эпоху Екатерины Второй называют золотым веком культуры, политики, образования. Пусть это место станет еще одним символом нашей великой российской истории, которой мы по праву с вами гордимся. И сегодня в день образования Краснодарского края учеников первого класса торжественно приняли в ряды юных казачат. Первоклашки дали клятву с честью носить звание учащегося кадетского класса. А в Сочи к 80-летию Краснодарского края приурочили целый ряд мероприятий. Центральное из них – это вручение памятных медалей в честь юбилея региона. Кстати, образован он был 13 сентября 1937 года. В этот день Азово-Черноморский регион официально разделили на Краснодарский край и Ростовскую область. Что касается вручения в Сочи почетных медалей в честь памятной даты, церемония прошла в зале органа и камерной музыки. Кто и за какие заслуги сегодня получал поздравления, расскажет Ольга Десятого. Краснодарскому краю 80. Поздравить родной регион с юбилеем в зале органа и камерной музыки собрались выдающиеся сочинцы. Каждый из них отдал профессии всю свою жизнь. Работал много и всегда на благо города и края. Наш край – это не только главный аграрный регион страны. Мы находимся на лидирующих позициях по таким показателям, как инвестиционная привлекательность, объемы строящегося жилья, рейтинг баустройства городов и рейтинг гостеприимства субъектов Российской Федерации. За последние полтора десятилетия практически во всех сферах жизни нашего региона происходят кардинальные изменения к лучшему. В честь 80-летия региона глава города вручает памятные медали. В списке награждаемых 55 человек – врачи, учителя, ветераны войны и труда, работники культуры и спорта, крупных предприятий Сочи, представители власти, рабочих и творческих профессий. В трудовой книжке Натальи Волиговой всего лишь одна запись – учитель математики в 76-й гимназии. Она – педагог с 35-летним стажем. Каждый человек должен работать по своему признанию, отдавать себя полностью и понимать, что этим он возрождает, укрепляет край, в котором живет. Медаль в честь дня рождения края получила и Нора Липсверидзе, почетный гражданин города. 55 лет она проработала на руководящих должностях. Кстати, Нора Иракливна – тоже юбиляр. Ей, как и Кубани, на днях исполнилось 80. Она – известный меценат. Говорит, в этом и есть секрет долголетия. Не скромно это говорить мне, но я много добрых дел для людей делала. Моя мама, Царство Енебесное, она нас учила, если у вас есть рубль, 50 копеек отдай бедному человеку, а 50 оставь себе. Завтра тебе Всевышний пошлет уже 2 рубля, чтобы ты рубль оставил себе, а рубль отдал бедному человеку. За 80 лет край прошел активное развитие и разрушительную войну, возрождение и расцвет. Сегодня Кубани – один из самых успешных во многих областях регионов страны. И этот успех зависит от работы каждого жителя региона. Каждый из нас в любой отрасли старался работать честно, на благо города, прежде всего, естественно, и края. Поэтому хочется пожелать и молодому поколению дальше вносить свои трудовые успехи и будет процветать город и край. Официально край юбилей празднуют сегодня, а в Сочи эту дату начали отмечать уже давно. К ней приурочили концерты, выставки, фестивали, а еще открыли обновленный дом культуры на КСМ и новый сквер на Макаренко, который так и назвали в честь 80-летия Краснодарского края. А в гимназии номер один отразили многонациональность региона, в котором, как известно, проживает 150 национальностей. На фестивале «Нацкультур» побывала наша съемочная группа. Жемчужине России, Краснодарскому краю – 80. За эти десятилетия край прошел различные этапы – активное развитие, разрушительную войну, возрождение и расцвет. И участие во всех переменах региона принимали его жители, а это почти все народы России. На 5-миллионной Кубани 150 национальностей, 112 представлены в городе Сочи. Их обычаи и традиции сегодня и презентовали учащиеся первой гимназии. На входе школьников и родителей встречали татары, грузины, осетины и цыгане. Каждый класс начальной школы презентовал не только этнические костюмы, но и национальные блюда. Первый В, например, под флагом Израиля угощал гостей мацой, форшмаком. Здесь и хумус, закуска из нотого пюре и творожное лакомство ругелах. Символ государства тоже рисовали сами. До двух ночи, рассказывают активные родители. Мы вообще новички, первоклассники. У нас очень волнительно было. Плюс такая национальность, да, как бы, еврейская. Очень интересны у них традиции. Я думаю, что у нас получилось. Стол был, ну, по крайней мере, достойный. Хотелось передать именно красоту и широту души евреев, когда у них именно праздник. То есть мы старались сделать именно праздничный стол. Активно вовлекли в подготовку фестиваля национальных культур и самих младшешкольников. Ведь задача учителей не просто привить любовь к малой родине, но и приобщить учащихся к культуре братских народов, воспитать уважение друг к другу. Мы все вместе отмечаем день рождения Краснодарского края. Этот фестиваль мы проводим, потому что в нашем крае и в нашем городе Сочи живет очень много национальностей. Я, например, грузинка, но сегодня в роли еврейки. Я сегодня многое узнала об их культуре, и это очень интересно. К общему делу в гимназии подошли с ответственностью. Греки стол украсили оливковым деревом. Класс, презентовавший русских, встречал гостей с хлебом и солью. А на азербайджанском столе представили весь восточный колорит. Не обошлось и без традиционного плова. Изучили весь интернет. Страна очень понравилась. Настолько, что очень захотелось побывать в этой замечательной стране и попробовать уже блюда, они нами приготовленные, а приготовленные действительно местным населением, азербайджанцами. 80-летие Краснодарского края в гимназии номер один сегодня отмечали целый день. Старшеклассники провели мероприятие еще большего масштаба. На фестивале искусств ребята пели и плясали, демонстрируя творческую составляющую многонациональной Кубани. История своего города, история своего края – это то, что должны знать наши дети. До протяжения 12 дней, с 1 сентября, мы знакомились с традициями, с культурой, с образованием, с медициной, с тем, что связано с нашим замечательным краем. Мы все равны, мы прививаем культуру, мы все гордимся тем, что проживаем в замечательном городе Сочи. Такое братство народов, которое сегодня продемонстрировали школьники, задело на будущее. Уважение и знание других традиций поможет ребятам во взрослой жизни, особенно в таких многонациональных городах, как Сочи. Депутаты вернулись из отпуска и приступили к работе. К слову, сегодня два года, как выбран новый состав городского собрания Сочи. Заседание сегодня провели два комитета по бюджету, финансам, налогам и сборам и комитет по вопросам спорта, делам молодежи, средствам массовой информации. О том, какие вопросы рассматривались на заседаниях, в нашем следующем сюжете. Традиционно перед сессией городского собрания Сочи проводится заседание комитетов. Детально рассматриваются вопросы, которые потом вынесут на обсуждение депутатского корпуса. Сегодня члены комитета по бюджету заслушали отчет о доходной части бюджета за 8 месяцев. В этом году планируется собрать в муниципальную казну большую сумму, чем планировали в начале 2017 года. Это 6 миллиардов 932 миллиона рублей. Рассмотрели вопрос об изменении земельного налога, что может привести к увеличению бюджета на 550 миллионов рублей. Сейчас пришло время внимательно разобраться так, чтобы мы не обидели наших, так сказать, жителей города. Очень большая, кропотливая работа. В этой работе затронут экономический блок администрации города, депутаты. Я думаю, что даже население будет затронуто, потому что нам нужно советоваться налоговой инспекцией. Вопрос довольно-таки непростой. В связи с разной кадастровой стоимостью земли и где-то ее уменьшением будут пересмотрены все налоговые ставки и льготы. Это не значит, что налог повысится. В некоторых случаях для физических лиц он может даже уменьшиться. Депутаты предметно будут работать с каждым видом земельного участка, поскольку 50-60% всех налогоплательщиков пользуются значимыми льготами. Пониженные ставки или льготы должны поступать адресно и нести, наверное, себе какой-то стимул для развития, для поддержания какой-то деятельности, жизнедеятельности и так далее, а не просто так раздаваться. Комичная ситуация для бюджета, когда сумма льгот превышает сами преступления. Такого быть не должно. А на заседании комитета по вопросам спорта, делам молодежи и средствам массовой информации заслушали отчет о работе летом площадок нашего двора. Их в Сочи было 145. Особенность нынешних каникул – наставничество. Ребята не только отдыхали вблизи домов, но и посетили различные учреждения города. В следующем году по предложению председателя комитета Анжелы Силиковой планируется для работы с юными сочинцами больше задействовать студентов сочинских вузов. Естественно, мы будем стимулировать еще и походами в аквапарки. Вы знаете, что у нас есть возможность. Это понятное дело. И поэтому у нас все эти площадки летние проходят на ура. Действительно, все довольны. Я могу лично сказать, что все площадки, даже иногородние, просятся. Ну, говорится, будьте помогите. Ну, можно попасть. Намерены поддержать депутаты изменения в муниципальную программу развития физической культуры и спорта, которая была утверждена народными избранниками на июльской сессии. Другими словами, проголосовать за перераспределение средств – это около 8 миллионов рублей. Их теперь планируют направить на ремонт спортшколы номер 5, на строительство новых спортзалов и на проектирование муниципального футбольного поля. Земля муниципальная, бизнес нелегальный, но выручка моя честно заработанная. Так рассуждали торговцы в павильонах на улице Цемлянская. Там сегодня начался снос 18 ларьков. Сегодня на прилавке только нарисованные фрукты. Все остальное убирают в коробки продавцы. Бизнесу здесь зеленый свет и не давали. Однако торговцы уверены, им не дают выгодно доработать сезон. Сначала нам ничего не говорили, нам сказали уже в середине сезона. Так же не делается правильно с людьми. Как делается правильно, торговцам рассказали сотрудники районной администрации. Однако самостоятельно демонтировать незаконно возведенные на муниципальной земле ларьки никто из 18 хозяев не начал. Люди были уведомлены в соответствии с регламентом, существующим в этом распоряжении. Как обычно, они не хотят сами сносить, поэтому мы подключились по полной программе. Здесь не может быть никаких послаблений, потому что вопиющая наглость наших горе-предпринимателей. В целом, за лето в список на снос в Адлере попали 52 объекта. Если их владельцы сами не демонтируют ларьки, это выполнят нанятые мэрии и службы. И счет за это вместе с судебными издержками придется оплатить несостоявшимся предпринимателям. Здесь же, на Цемлянской, на освободившейся земле планируется устроить прогулочную тропу или зеленую зону. В интернете появилось видео шокирующего ДТП на Вантовом мосту. Дорожно-транспортное происшествие случилось по дороге на Красную Поляну на выезде из тоннеля. Автомобиль «Мерседес» сбил девушку. Та скончалась на месте. Как видно на записи с камер видеонаблюдения, девушка выбежала на проезжую часть, чтобы сделать селфи на фоне Вантового моста. Однако на трассе разрешена скорость до 90 км в час. Девушка просто не заметила приближающийся автомобиль, а водитель не успел затормозить. Пешеход получил травмы, несовместимые с жизнью. Пострадавшая скончалась на месте происшествия. Проблемы людей, тянущиеся годами относительно подключения к воде или разделения щитов, решаются теперь в одночасье. МУП «Водоканал» разбирается в запущенных делах и пытается в кратчайшие сроки помочь сочинцам. Это теперь мытье посуды, обычная процедура. Раньше настоящий возврат в прошлое с ведром и тазом. Ксения Демьянова с семьей год назад начали строительство дома на земельном участке улицы Тепличная. Все делали как полагается. Подали заявку на подключение к воде, разрешение получили, а вот воду нет. Сказали, ждите. Когда терпение лопнуло, обратились к главе города. Он-то и дал поручение новому начальнику муниципальной ресурсоснабжающей организации решить проблему людей. Очень плохо, очень тяжко. Вода была привозная. С детьми очень трудно жить без воды. А проблема оказалась совсем не проблемой. Вода в доме появилась в тот же день. Теперь необходимо переоформить проектно-техническую документацию с прежнего предприятия на новое МУП «Водоканал» и заключить новый договор. Хорошо. Я вам передаю два экземпляра заявления. Держите. Всех потребителей воды, у кого не доведена документация до логического завершения, сейчас ждут в муниципальном предприятии «Водоканал». До 1 декабря необходимо оформить все договоры. Весь пакет недостающих документов можете предоставить в Центр оказания услуг ресурсоснабжающей организации. Вас там ждут, окна с 1 по 10 работают и принимают. Униципальное предприятие «Водоканал» располагается там же, где раньше работал Сочи «Водоканал» на Гагарина-73. Здесь же и абонентский отдел, и юридический. Поскольку архивы предприятия прежний поставщик вывез и еще не вернул, МУП начинает формировать базу заявок заново. И волокиту устраивать не намерен. Елена Овсец, Алексей Давыдов, телекомпания «ФКТ». Научные сотрудники вышли к сочинцам с подробным докладом. Специалисты решили рассказать о масштабе проблемы на курорте с белой американской бабочкой. Численность гусениц постоянно растет. Прогнозируется, что ближайшие два года бабочек станет еще в несколько раз больше. Спасти курорт от нашествия может только повсеместная обработка. В прошлом году не было никаких предпосылок к такой атаке вредителей. Экологи, биологи, сотрудники Росельхознадзора говорят, что предупредить масштаб можно было бы только в одном случае, если бы сочинцы обрабатывали свои насаждения вовремя без лишних напоминаний. Тем более белая американская бабочка – карантинный вид. Кстати, почти 10 лет назад Сочи уже переживал подобное. Опять-таки, американская белая бабочка, численность которой нарастает у нас в этом году, на следующий год ожидается и в 2019 году. Конкретно в зоне влажных субтропиках, она была отмечена в 1979 году. И как бы прирост постепенно нарастал, как бы были вспышки. Отчего, последняя вспышка у нас была с 2007 года по 2009. Белая бабочка не только поглощает растительность. Гусеницы спускаются с поздно обработанных деревьев и заползают в дома. Впрочем, вина за нашествие насекомых лежит все-таки на плечах тех, кто не придал значения своевременной обработке. И если муниципальные парки и скверы были вовремя обработаны, и тем самым сохранили зеленые убранства, то частники и хозяйствующие субъекты отнеслись к этому вопросу безответственно. Последним и будут рассказывать о том, как правильно, когда и какими препаратами проводить обработку, причем в формате семинара в каждом районе Сочи. И обсуждать будут средства борьбы не только с американской бабочкой. Среди угроз зеленому фонду курорта масса других вредителей. Это проблема у всех на слуху. Вредители у нас, новые вредители у нас появились с 2013 года. Ежегодно мы проводим и круглые столы на базе Института цветоводства и субтропических культур. Сегодня максимально еще раз пригласили всех, чтобы напомнить об этой проблеме. Слушателями на семинаре стали руководители хозяйственных субъектов города и ТОСов Хосинского района. На очереди Центральные, Адлерские и Лазаревские районы. Специалисты намерены не только посвятить сочинцам суть проблемы, но и сформировать подробный алгоритм действий против вредителей. Елена Всецная, телекомпания «СКТ». Новая волна подарила жителям и гостям Сочи, приехавшим на курорт в бархатный сезон, сразу два бесплатных музыкальных мероприятия. Дискотеки прошли в Олимпийском парке и накануне на Южном Малу морского порта. В Сочи принимает музыкальный фестиваль молодых исполнителей «Новая волна» уже третий год подряд. И проведение бесплатных дискотек на концертных площадках города стало уже доброй традицией. Правда, подарок планировался один в Амеретинке по соседству с Нью-Вейв-Холл. Идея проведения второй дискотеки в центре курорта принадлежит мэру Сочи Анатолию Пахомову. Праздник всем желающим. Обход на мероприятие был свободным. Устроили конкурсанты нового сезона. Это 13 исполнителей из 9 стран мира. На главной концертной площадке города оказалось немало отдыхающих. И все признались, такие масштабные мероприятия, которые проходят в Сочи, они видят впервые. «Очень здорово придумано, конечно. И очень все красочно, красиво. Мы с Урала приехали, перебрались сюда. Дедрарий были везде». «Нет, с другом здесь, конечно, по высшему классу. Тут даже никаких нет разговоров. Очень хорошо. Несравнимо». «Мне кажется, администрация города всячески старается поддерживать данные мероприятия, тем более делать бесплатные концерты для гостей и жителей данного города. И в будущем я уверена, что администрация города Сочи на данном мероприятии не остановится». «Да, сухо. Да, тут фестивальные. Все время артисты проезжают. У нас в городе, конечно, это бывает у нас, но не до такой степени, как у вас здесь. Вот завтра будет Арбагайты. Сегодня любые. Здесь вообще бесплатно. Очень, очень хорошо». «Новая волна» близится к завершению. К финалу организаторы подготовили самые яркие, зрелищные шоу. Программа же конкурса состоит из шести дней и завершается завтра. Открытием именной звезды на Новогинской, Борелефа, Уморпорта, церемонии награждения и заключительным гала-концертом «Звезд эстрады». «Спасибо большое». И в завершении выпуска информация от наших партнеров. Итальянская компания-производитель «Циркония» проводит акцию в клинике «Валиденталь». «Циркониевые коронки» по цене металлокерамики. Чайковского, А3. Телефон 254-5707. Ну а все новости уже на нашем сайте fkt.com. В студии была Инга Габеша. Спасибо за внимание и всего вам самого доброго.